здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня вторая часть нашего видео это рукав сборка свитерочка нашего от ищет дн вяжу носочными спицами потом перед на круговые потому что сейчас они у меня за видео снимать нужно поэтому пока здесь в принципе пока вам нечего и смотреть потому что здесь мы вяжем резинку точно так же как мы вязали на основных деталях 4 ряда чулочной вязки кто вяжет действительно тот соответственно понимает о чем я вижу а кто не вяжет кто это видео смотрит впервые так нам вам надо посмотреть первую часть вот далее переходим на резинку 11 вот я один ряд провязала я уже сейчас буду вязать эту резинку все точно так же как в этих деталях 4 ряда чулочной глади и 20 рядов резинки что касается петель петли у нас соответственно для размеров 49 57 65 5 здесь единственное что я хочу сказать что касается рукава если я рекомендовала в основных деталях не менять толщину спиц то здесь зависит от того какой рукав вы любите вот здесь прежде чем начать вязать вы должны спросить у себя я какой рукав хочу если вы хотите по руке в обтяжку тогда возьмите тоньше спицы и свяжите эту резинку туго если вы хотите свободный рукав как бы приблизительно так чтобы она ну если что посмотрите у меня свободный рукав будет в этом изделии поэтому посмотрите в конце если вам нравится как это выглядит значит вяжите спицами одной толщины толщины все изделие если не нравится если вы хотите резинку потуже по руке значит возьмите двоечку или два с половиной миллиметра спицы и свяжите резинку потуже сейчас я вижу еще 20 рядов резинкой и далее мы продолжим так мои хорошие вот теперь уж смотрите провязала я эту резинку точно так же как она основной детали перешла на узор вот видите почему я говорила еще в первой части почему резинку надо свободно вязать чтобы у нас красиво выглядел переход из резинки в этот основной узор провязала 10 рядов основным узором так что хочу сказать сейчас мы будем добавлять по одной петле в каждом десятом ряду для рукава вот этого скоса я здесь пишу через девять рядов в десятом ряду добавляем сейчас я вам все покажу теперь далее что мы еще нам нужно разделить пополам вот эту деталь вот вот моя центральная петля девчонки от нее и пляж и вы ее тоже отметьте для вашего размера и теперь вяжем теперь в каждом десятом мы здесь будем делать то же добавление я сейчас попытаюсь вставить в ролик как это выглядит итак добавление девчонки смотрите обозначила я середину и теперь вяжем таким вот образом кромочную снимаем вот 10 ряд по сути он 11 ему потом уже будет 10 в следующих рядах я сделала воздушную петлю и вяжу до середины видите вот это наша центральная потом вторую лицевую оставляем центральная и в 3 лицевой от центра я вывязываю 3 петли то есть еще раз лицевая накид лицевая теперь здесь вяжу до центра изнаночная лицевая изнаночная центральная петля обозначена лицевая и снова изнаночная лицевая изнаночная точно так же как здесь три петли то добавление от центральной и здесь три петли и здесь тоже самое лицевая накид лицевая вяжу до конца ряда и в конце перед кромочной делаю воздушную петлю в изнаночном ряду вяжу по узору как ложатся петли тогда вязала вот до этих трех и их мы как бы вклиниваем в узор по узору у нас изнаночная лицевая изнаночная вот и теперь я вижу еще восемь рядов и потом буду делать следующее добавление снова изнаночная лицевая изнаночная сейчас вам покажу как они выглядят вот они эти добавления видите и вот их всего будет 2 через 10 петель через 10 рядов следующие потом уже ровно потом тут только боковые добавления продолжать так вот смотрите провязала и еще 8 рядов теперь сделаю еще по центру по одному добавлению и далее продолжим вязание только добавляя вот эти 9 9 рядов вот после кромочных боковые наши сейчас я добавил одну петлю то уже второе добавление и так далее вот эти добавления мы продолжаем делать с таким промежутком все время здесь же я покажу нарисую три петли из одной и снова три петли из одной вот они наши будут центральное добавление сейчас я вам покажу где именно его разместить и все и далее вы продолжаете до подреза просто вязать и добавлять боковых так вот смотрите было наше добавление есть у нас правая ветка и левая ветка вот ближе к центру из этой петли из левой мы вывязываем 3 далее снова провязываем центральные петли как и в прошлый раз 3 лицевые 4 изнаночные вот они и здесь уже исправить и как в общем то петля которая ближе к центру здесь она левая здесь она правая из этих добавлений вот отсюда я делаю 3 петли вывязывая и продолжаем вязание так девчонки смотрите я вот здесь вот описала всего добавления у нас 13 вот здесь вот на выходе у нас должно получиться то есть каждый раз мы добавляем 26 петель то есть для каждого размера мы добавляем 26 петель на выходе вот вот наше готовое количество петель вот здесь вот в этом моменте вот у меня теперь мы делаем вот эти подрезы точно так же как и на полочке и спинке мы закрываем петли так закрываем 6 петель и далее вяжем по узору и будем делать реглан реглан на рукаве делается по-другому даже до конца ряда тогда вязала я ряд до конца в изнаночном ряду тоже закрываю 6 петель и вяжу до конца ряда теперь вот снова то же самое что мы делали в полочке и спинке первые две лицевые петли в изнаночном ряду я не вяжу предыдущий ряд я вяжу нормально это будет наш реглан первые две первые петли и две последние лицевые петли в изнаночном ряду закрывать мы будем немного по-другому не так как обычно не так как мы закрывали полочку и спинку мы там делали в каждом лицевом ряду сокращения а здесь у нас сокращение будут через один лицевой ряд ряд то есть в каждом четвертом одна петля в четвертом ряду то есть через один лицевой через три ряда через три ряда точно так же как вот я вам покажу вот полочка наша вот она будет вот эти петли реглана сейчас я вам их покажу сокращение но сокращать мы будем через раз вот смотрите насколько отличается это у меня рукав это у меня вперед насколько отличается как бы реглан здесь у нас пошел скос резкий а здесь у нас скос плавно идет потому что мы закрываем через один лицевой ряд если считать изнаночные то и то через три ряда еще раз покажу вот эту вам рекламную полосу но я думаю вы уже запомнили их она у нас еще вчера сходила посмотрела на этот свитер там конечно нет и шикарные девчонки если вам у вас получится такие прям не знаю нравятся мне а что еще хочу сказать девчонки такой классный такие там новые свете ручки наверно я все это когда вхожу в стадию азарта вот этого мне все хочется и хочется сделать если она интересная там такой интересный свете ручек коротенький конечно это она молодежь но комбинированный жаккард и и резинка и лицевая гладь и шутом том свете ручки только нет на сайте не видела видела в магазине девчонки так вот эти две лицевые мы провязываем нормально не на петлю ниже вот поэтому опять сходила насмотрелась опять хотела к прибавилась в общем так вяжем реглан девчонки 1 2 3 4 5 с кромочной петлю это 6 петель далее 2 вместе и то есть наши реглан вот эта линия неизменно вспоминаем вот тоже самое в конце ряда 6 петель вот будет 6 петель и здесь вот мы вяжем 2 вместе так я думаю это понятно продолжаем вязать наш рука вот смотрите вот как выглядит ой я на изнаночной стороне вот как выглядит этот реглан он отличается от переда тем что соответственно здесь через через один лицевой ряд видите так такое более такой плавный скот для а какие размеры значит сколько вернее для размера сколько раз с 12 сокращений здесь для размера и сделаем для размера м 14 сокращений для размера r16 сокращений вот примерно в этой точке мы находимся и теперь еще пять раз мы делаем так как на спинке пять шесть семь петель по одной петле во втором ряду ряду вот то есть здесь у нас скос будет вот такой вот покруче чтобы вы понимали ну конечно непонятно я нарисовал ну я думаю вам понятно сама суть то есть здесь у нас тоже по одной одна петля в каждом втором ряду здесь пять шесть и семь вот девчонки смотрите здесь у меня видите она и видно шло ровненько как потом так вот повернула где вот эти у нас здесь где у нас вот эти в каждом лицевом ряду сокращения вот они вот они в моем случае 5 вы же делаете соответственно своему размеру вот кстати очень хорошо на этот сектор далее девчонки пришлось рисовать на другом листе потому что там ничего не видно вот давайте вот так вот сделаем сейчас мы находимся в этой точке да вот здесь вот у нас были эти сокращения дальше идет рукав я хочу сейчас просто объяснить вот это вот этот скос остаться должно быть остаться должно на спицах сейчас у вас данный момент 41 43 45 петель вот это ваши петли которые у вас остались и далее мы делаем соответственно смотрим девчонки чтобы у нас это было рука в левый правый то есть один рукав мы закрываем вот этот у нас видите и здесь у меня очень хорошо видно эти как бы секторы где у меня закрытые были петли в каждом втором ряду так значит этот рукав у меня левой я закрывала на изнаночной с изнаночной стороны правой рукав я закрываю с лицевой стороны всего у нас смотрите один два три 4 5 1 2 3 4 5 раз я закрывала петли то есть у нас здесь вот пять секторов таких вот допустим скажем так ступени здесь мы продолжаем девчонки пять раз по одной петле в лицевом ряду то здесь у нас мы продолжаем сюда закрывать с этой стороны а с этой стороны мы закрываем петли первое у нас сначала у меня 5 петель закрываю 5 и вы той точно так же для всех размеров вижу ряд до конца здесь еще видите у меня здесь еще как бы сокращение я его ввяжу по узору следующем ряду его не будет и вижу до конца ряда так здесь у меня еще реглан здесь я продолжаю в каждом ряду еще делать здесь у нас практически до конца этот идет это регланная линия изнаночный ряд без изменений по узору так следующий ряд снова 5 петель для всех я вот сейчас утром уже начнут писать 55 для всех размеров девчонки так и вяжем до конца ряда и изнаночный ряд так следующий вяжем 5 6 6 я надеюсь вы поняли что это для что это разница для других размеров так далее снова 5 6 7 и вот и далее я закрываю все оставшиеся петли так вот в последнем секторе место от закрываем все петли которые у нас остались вот они теперь обработка кто как привык кто разутюживает кто мочить раскладывать они другого способа я не знаю знаю только эти два обработки связанных изделий в общем обрабатываете влажно-тепловая обработка вашим любимым способом я мочу раскладываю далее будем делать сборку вот они мои деталюшки всем 4 продолжаем детали после обработки вот прям все 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 я так девчонки теперь размеры готового рукава вот ширина от как бы в самой широкой точке 44 48 52 сантиметра длина до до подреза 42 44 46 кажется что короткий на рукав реглан за счет того что он потом идет прямо горловине вот такая вот это это нормальная длина и целиком длина 63 66 69 ориентировочно также корректируйте это все дело на свой рукав если вам нужно длиннее или короче убирать надо вот здесь в этом секторе ну то есть вот здесь вязать короче эту часть вот девчонки теперь вот собираем по регланным линиям там где в рукаве от этого выше часть это у нас идет к спинке вот она спинка значит к спинке у меня идет вот эта часть которая по длине и сшивать я буду здесь подрез нормальным способом а далее вот за эти кромочные чтобы так хочу как маленький анонс сказать заказала нитки назара кофточку номер 7 кто не видел посмотрите еще это это видео с обзором новинок от zara вот буду ее вязать не знаю сколько она займет времени но я это говорю для того чтобы вы имели в виду кто ее ждет кто ее хотел ждите будет потому что она набрала самое большое количество одобрения вот а здесь вот смотрите за кромочные я буду сшивать таким вот образом так и еще говорили по поводу реглана сверху реглана вернее зачем отдельно детали девчонки зачем отдельно детали если бы я вязала все одной детали я бы не смогла это все дело рассчитать уже поймите я это все считаю по ходу а как я как я могу рассчитать сверху если я вот допустим я допустим когда начинала вязать я не знала что рукава у меня будет через 4 петли добавления а полочка через вернее убавление через две поэтому я и вижу отдельно потому что я на ходу перестраивать подстраиваюсь я мне пришлось идти в магазин и смотреть вот только да я уже рассмотрела второй раз или третий этот сидер я то есть несколько раз я ходила смотрела чтобы как бы чтобы это все повторить поэтому я понимаю что вы хотите показать что вы умнее некоторые хотят показать что вы умны что умнее меня возможно я не спорю если вам так легко и просто то пожалуйста снимите я с удовольствием получусь и посмотрю но мне для того чтобы повторить вещь не ее надо разложить по полочкам каждую деталь продумать просмотреть потом потом ее сделать вот так вот так все сшиваем все рекламные линии так девчонки смотрите утеплилась я уже в кофточку уже холодно в квартире так вот сшила я рекламные линии видите довольно широкая горловинка получается это хорошо это нами нужно было и начала набирать петли вот смотрите по горловине так что хочу сказать дальше не хочу сказать просто набирала кстати набирала очень просто из каждой петли по одной вязать будем резинкой по и вот горловину будем вязать туго вот таким вот образом я доставала петли единственный нюанс это то что число петель должно быть кратно думать чтобы потому что вязать будем резинкой один один вязать буду по кругу сюда еще набираю петли и потом вяжу первый ряд изнаночными петлями также чем идет смотрите набрала я всего у меня тут сто тридцать четыре петли и я все-таки решила что резинку я буду вязать тонкими спицами 2 миллиметра довольно большое количество петель у меня получилось меньше я их не хочу потому что я набирала из каждой петли по одной решила вот так вот будет оптимальный вариант здесь буду вязать так что хочу то что мы вяжем резинку один на один но вот как мы вязали за переднюю верхнюю как когда какую это стенку девчонки вот как скажите мне пожалуйста нижняя вверх ну да за переднюю стенку я говорю правильно девчонки ну смотрите ну да запит за переднюю а если бы ввязала за эту это было бы за заднюю правильно в общем зовут эту за переднюю стенку вяжем то есть перекручиваем мы лицевую петлю и вяжем вверх вот этой вот резиночкой но уже тугенько чтобы горловинка у нас хорошо сидела так девчонки что я хочу сказать чуть-чуть поправку вам расскажу смотрите лицевая петля если вяжите в круговую вот так вот она выглядит то есть мы мы вяжем за вот эту вот сзади за эту стеночку так что первый ряд я вам показала а все последующие ряды вот вяжем именно так по таким образом у нас получится вот это перекрученная видите какая она получается перекручены это в том случае если мы вяжем в круговую так девчонки теперь что я сейчас сделаю я сейчас перейду снова нас толще и провяжу сейчас я может уже буду вот этот водичек делать лицевую изнаночную вместе по кругу так вот таким вот образом и далее еще провяжу три ряда для того чтобы получить наш валик который у нас был я все покажу почему именно по две вместе потому что здесь здесь уже петель много нам нужно чтобы она красиво выглядела вот поэтому так вяжем первый ряд вот по 2 вместе каждую лицевую изнаночную провязываем вместе и еще 30 и еще три ряда лицевые смотрите девчонки провязала я наши 4 ряда которые мы вязали теперь я все петли закрываю но закрывает кстати вы здесь вот смотрите видите я вот это сделала для того чтобы здесь не было рюшика потому что он бы был потому что вот эффекта растянув тости нам здесь не нужно в горловине то есть нам не нужно делать так как у нас в резинке вот здесь вот то есть нам не нужно здесь растянуть до вот этого да вот этой английской резинки пышной резинки нам наоборот нужно чтобы она держала форму поэтому я эти петли закрыла теперь я вы можете достичь этого эффекта кстати набрать ее меньше петель горловине как бы по по объему тут уже регулируйте по своей плотности вязания про по своим предпочтениям девчонки немного смотрите как бы пытайтесь логически думать то есть если не хотите вязать вот туго как я вязала то вы наберите меньше петель или если у вас толще нитки соответственно если вы купили какие-то другие нитки смотрите уже по ходу папа по обстоятельствам так петли я закрываю достаточно свободно чтобы влезла голова девчонки вот сейчас я закрою все петли вот по кругу и сошью боковой шов то есть рукав и боковой шоу я сейчас доделаю и уже будем смотреть на готовый результат вот по рукаву и по боковушке так девчонки вот мой результат но что я вам хочу сказать хочу сказать что вот эти нитки но я уж больше чем уверена что вы их покупать не будете вот но я его кладу на стол на 15 сантиметров короче чем я его одеваю на манекен вот такой вот девчонки прикол так что смотрите уж мои хорошие на вашу пряжу еще я хочу вам показать результат как бы сам все все нормально кроме длины вот обвисает он хотя как по мне именно на меня вот я вам постараюсь показать так чтобы вам было все видно как бы готовый результат вот он горловинка видно вам горловинка ну длина соответственно и она кстати видно что она то есть она как обвисает вот видите она уходит из ширины в длину но это это в особенности этого узора и нет ну я я же говорю это нитки такие я надеюсь что вы подберете нитки по удачнее ну а вообще вот он я думаю я считаю что он конечно все все хорошо да по реглан горловина все как в оригинале вот здесь вот вот эти вот моменты валики рукава добавление рукава это все я повторила единственное с чем не угадала с нитками и с длиной девчонки вот такой вот у меня косяк поэтому кто начал вязать вы уж простите но я надеюсь что у вас этого не будет потому что у вас будет будут другие нитки так что вот в чем проблема моя проблему в нитках по большому счету вот ну в принципе все больше мне нечего вам показывать результат на ваше обозрение вот если взять вот так вот визуально видите вот если было бы я его запихнула в юбочку одела юбку на манекен запихнула чтобы вам было как бы чтобы приблизиться к той фотографии которую мы видели да вот девчонки пробуйте смотрите но он длину надо корректировать в общем так девчонки вот такой вот свитер у меня получился пишите в комментариях ваше мнение ваши фи в общем такой вот результат но я считаю на мой взгляд я повторила все в точности оригинал кроме длины длину нужно корректировать я думаю с этим вы справитесь без проблем с коррекцией длины вот вот а на этом девчонки все я приступаю у меня мне уже выслали ниточки на жакетик от зары я приступаю к вязанию этого жакетика а вы вяжите свитерочек и дай бог вам удачных качественных и я желаю вам качественной удачной пряжи все мои хорошие всем пока пока